Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления, вооружённого мятежа. Россия сегодня ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедия и гражданской войны. Русские убивали русских братья-братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артёмовск. Города и посёлки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и брату убийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, в Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее. Депутаты Госдумы, представляя интересы граждан России, выступают за консолидацию силы, поддерживают президента страны Владимира Путина. Об этом написал в своём телеграм-канале председатель Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Совет Федерации полностью поддерживает президента, сенаторы понимают важность консолидации позиций общества и руководства всех регионов, заявила председатель САПФЕДа Валентина Матвиенко. Она отметила, что сила такой огромной многоцентральной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству. Зампредсобвеза Дмитрий Медведев написал в своём телеграм-канале, что нужно сплотиться вокруг президента, так как раскол, по его словам, это путь к катастрофе. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вооружённый мятеж предательством и заявил, что чеченские бойцы выехали в зону напряжённости. Патриарх Кирилл поддержал усилия президента, направленные на то, чтобы не допустить смуты в стране. Патриарх призвал одуматься тех, кто, взяв оружие в руки, готов направить его против своих братьев. Ранее к бойцам Вагнера обратились в Минобороны. Там отметили, что бойцов ЧВК Вагнер обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина. Минобороны предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Министерства обороны или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Я процитирую. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность, говорится в обращении к вагнеровцам. Информация о нанесении российскими военными удары по позициям группы «Вагнер» не соответствует действительности, подчеркивают в Минобороны. Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу Верховного Главнокомандующего и решить все проблемы мирным путем. Обращение Суровикина распространило Минобороны. Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника. Несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный и тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутренне политическая обстановка. Нельзя играть на руку противника. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародного избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты, поставить дислокации и районное срадочение. Решить все проблемы только мирным путем, под руководством Верховного Главнокомандующего, вооруженными силами Российской Федерации. Заявления основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта, отметили в ФСБ России. Его действия там назвали ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами. В спецслужбе также отметили, что распространенные заявления об ударах Минобороны по группе Вагнер не соответствуют действительности и являются провокацией. Кроме того, бойцов ЧВК призвали отказаться от выполнения приказов Пригожина и поспособствовать его задержанию. Ведомстве пояснили, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбудили. В свою очередь, генпрокурор Игорь Краснов в своем докладе президенту Владимиру Путину сообщил о законности возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В генпрокуратуре заявили, что за это преступление основателю группы Вагнер грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК Вагнер. В ФСБ призвали бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию. Попытка вооруженного мятежа самая страшная, неоправдываемая никакими былыми заслугами преступления. Об этом заявил глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он добавил, что на текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал всех сплотиться вокруг президента Владимира Путина и не допустить раскола страны, так как это путь к катастрофе. С таким призывом он обратился к подписчикам своего телеграм-канала. Я процитирую. «Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства, сплотиться вокруг президента, верховного главнокомандующего, вооруженными силами страны. Расколы предательства – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», – написал политик. При этом Медведев сделал особый акцент на том, что раскол страны не будет допущен. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» предательством и заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности. «Происходящее – это не ультиматум Министерства обороны. Это вызов государству. И против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера – военным силовикам, губернаторам, гражданскому населению», – написал Кадыров в телеграм-канале. Он также попросил военнослужащих специальной военной операции не поддаваться на провокации. Глава региона добавил, что решения президента Владимира Путина принимаются взвешенно и скрупулезно. «Каждый из нас видит только одну часть карты, а он – все сразу». И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем сообщении в обращении к нации. «Это военный мятеж. Никакого оправдания подобным действиям нет. Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Путина», – написал глава Чечни. Слава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы. Совет Федерации полностью поддерживает президента. Сенаторы понимают важность консолидированной позиции общества и руководства всех регионов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Она отметила, что сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству», – отметила глава Совета. Патриарх Кирилл поддержал усилия президента, направленные на то, чтобы не допустить смуты в стране. Патриарх призвал одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих братьев. И теперь к международной реакции. Иран назвал попытку вооруженного мятежа внутренним делом России и выразил поддержку верховенству закона в стране. Запад следит за ситуацией в России. Европолитики Вашингтон и НАТО сообщили, что готовят к консультации с союзниками. В Евросоюзе назвали происходящее внутренним делом России. Подробности в материале Николая Осипова. Запад следит, Запад внимательно наблюдает. Практически все представители европейских стран озвучивают схожие заявления. Мы внимательно следим за ситуациями, находимся в постоянном контакте с нашим послом в Москве и продолжаем внутренние консультации с нашими государственными членами, заявили в представительстве Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. При этом там отмечают, что происходящее является внутренней российской проблемой. НАТО следит за ситуацией в России, заявляют СМИ представители Альянса. Евро-лидеры дают понять, что тоже в курсе событий. Президент Франции Эммануэль Макрон внимательно следит за Россией, заявил в субботу Елисейский дворец и отмечает, что для Парижа главная функция – это поддержка киевского режима. В Прибалтике сообщают об усилении своих границ. Польский президент Дуда также заявляет о наблюдении за развитием событий и консультациями с правительством. В Варшаву ведет регулярный мониторинг. Премьер-министр Британии Риши Сунак планирует обсудить в течение дня ситуацию в России с союзниками Лондона. Главное сейчас для всех сторон, говорит он, проявлять ответственность и защищать гражданских. Практически слово в слово звучат комментарии из Вашингтона, где ждут дальнейшего развития событий. В Киеве предсказуемо с нескрываемой радостью восприняли новости о событиях в России. Слова о мятеже, хаосе и кризисе украинские СМИ цитируют многократно и постоянно поддерживая все, что ведет к дестабилизации обстановки. Европа при этом все же более сдержана. Итальянская пресса, к примеру, отмечает, что какими бы ни были отношения между Россией и Западом, но любая дестабилизация обернется проблемами, прежде всего для Европы и всего мира. Николай Осипов, Вести ФМ. И теперь об обстановке в регионах. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе, подчеркивает Артамонов. Все и все работают четко и слаженно. Напомню, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям, заявил Игорь Артамонов. Ряд ограничений действуют на трассах. Ограничения на выезде из Новочеркасска на трассу М4 Дон в Ростовской области. Уже сняты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Юрий Лысенко. Цитата. «Выезд на М4 открыт», — написал он. Ранее власти региона сообщали, что движение по трассе М4 Дон в направлении Ростова-на-Дону частично перекрыто. Автомобилистам и пассажирам оказывают помощь спасатели и волонтеры. В ряде областей России, через которые проходят трассы М4 Дон, введены повышенные меры безопасности. На некоторых участках рекомендуют выбирать объездные маршруты. Подробности в материале Александра Ильшевского. Автодор просит водителей выбирать маршруты в обход трассы М4 Дон. Об этом говорится в сообщении компании. По информации ведомства, четыре участка трассы перекрыты в Ростовской области и близлежащих регионах. Открыт альтернативный путь движения транспорта в обход трассы М4 Дон. В районе станицы Кущевской необходимо проезжать по направлению на Зерноград, на трассу Волга-Ростов. Решение принято, чтобы избежать накопления транспорта на федеральной трассе М4 Дон по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону. Кроме того, власти Московской области просят воздержаться от поездок по трассе М4 Дон и М2 Крым. Перекрыто движение по трём мостам через Аку. На 118-м километре М4 Дон, на 115-м километре трассы М5 Урал и на 103-м километре трассы М2 Крым. В Тульской области усилены меры безопасности. На дорогах введён дополнительный контроль. Со стороны Московской и Липецкой областей транзитный проезд временно ограничили по трассе М4 Дон в обоих направлениях. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Власти Воронежской области отменяют все ближайшие массовые мероприятия. Губернатор региона Александр Гусев попросил жителей и гостей области сохранять выдержку и спокойствие. Что касается железнодорожного сообщения в регионе, на объектах РЖД действуют все необходимые меры безопасности. Поезда по междугородним и пригородным маршрутам Воронежской области следуют по расписанию. Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменены из-за приостановки движения по трассе М4. Автобусы продолжают ездить в Нововоронеж, это южное направление. В Липецкой области перекрыли въезды на трассу М4, об этом сообщили власти региона. Кроме того, власти Тульской области отменили все запланированные на 24-25 июня массовые мероприятия. Это связано с усилением антитеррористических мер, сообщила пресс-служба правительства региона. В Московской области усилены меры безопасности. Ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Губернатор Андрей Воробьев заявил, возможны дополнительные проверки на дорогах в южном направлении. В связи с этим он попросил воздержаться от поезда к наличному транспорту на юге Московской области. В Москве также усилены меры безопасности и отменены массовые мероприятия. Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького в Москве из-за режима КТО переносится на неделю, на 1 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования. Мэр Сергей Собянин заявил, что все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижение по городу не затруднено. Вместе с этим на данный момент отменены все массовые мероприятия в Калининградской, Курской, Липецкой, Тверской, Калужской областях и Республике Коми. Александр Ельшевский, Вести.ФМ Также временно ограничено автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой. Об этом сообщают власти региона. Оперативный штаб Калужской области принял решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Органской. Органской и Смоленской областями об этом только что сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он попросил его издержаться от передвижения на личном автотранспорте по всем этим дорогам без крайней необходимости. О дальнейших изменениях он пообещал своевременно информировать жителей. Прокуратура города Москвы непрерывно ведет мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции. Все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности, отметили ведомстве. Там также заявили, что действующее законодательство предусматривает для обеспечения безопасности обязательные для исполнения гражданами и организациями ограничения в ходе режима КТО. Они в том числе связаны с перемещением и использованием личного автотранспорта, средств связи, порядком личного досмотра. Прокуратура предупредила руководство политических и общественных объединений, граждан, предприятий, учреждений столицы, а также представителей СМИ и благосферы о недопустимости, искажении официальных сведений и распространении любым способом недостоверной информации. В случае выявления таких действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная, заключили в прокуратуре. В Госдуме прошло совещание спикера Вячеслава Володина с руководителями думских фракций. Об этом информировал руководитель фракции «Единой России» в Нижней Палате Владимир Васильев. При службе Госдумы уточнили, что в совещании также приняли участие глава Комитета по обороне Андрей Картополов и председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев. Все участники совещания высказали единую позицию по поддержке президента и необходимости консолидации в обществе, отметили в Нижней Палате. Сообщение о перекрытиях движения на въездах и выездах из столицы не соответствует действительности, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, в связи с учителением мер по проведению проверочных мероприятий, могут возникать трудности с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет, отметил городначальник. Он попросил доверять только официальным источникам информации и призвал продолжать сохранять спокойствие. Ранее утром он заявил, что в Москве введен режим контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Как сообщили в Департаменте образования и науки, проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю. Эти заявления поступают из совбеза Беларуси. Вот прямая цитата. «Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Это тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей в Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира», — говорится в сообщении. И сегодня же Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение режима военного положения. Нарушителям режима будет грозить штраф или арест на 30 дней, лица, в отношении которых будет начато производство, могут быть задержаны на срок до 48 часов. Сейчас военное положение введено в четырех новых регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин также подписал закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Закон также предполагает, что ограниченно годные граждане могут заключать контракты с вооруженными силами в период мобилизации и военного времени. Видеообращение к ЧВК «Вагнер» записал и генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Братья по ЧВК «Вагнер», я с первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи. 14-й год, 15-й, 16-й. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который, кроме как помешательства, я не могу объяснить другими словами. Сейчас наша страна в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир, когда идут боеприпасы, оружие со всего мира, подобные вещи, которые вы сейчас с чьей-то провокационной идеей начали осуществлять, приведут к огромным потерям. И к огромным потерям, в первую очередь, политическим. Представьте, как воспримут с воодушевлением на Западе вот то, что вы сейчас пытаетесь делать. Какими бы ни были вот сейчас намерения ваши, благородными, может быть, как вам объяснили, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покурситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь, не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно. Вот подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало только развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь. Сегодня, наверное, главное событие, и не только субботнего дня, но и вообще всей недели, это попытка мятежа, которую устроил господин Пригожин. Было очень важное заявление президента России Владимира Владимировича Путина, была реакция абсолютно всех ветвей власти, многочисленных общественных организаций, которыми мы, безусловно, здесь солидарны. И один момент я, Анатолич, с тобой хотел обсудить. Президент достаточно много сказал про 1917 год. Мы с тобой в разное время написали две книги. Я написал «Крафт Великой Империи», ты написал «Идеальный шторм». Они об одном и том же. О том, как в результате катаклизмов была уничтожена историческая российская государство. Вот хотел бы для начала попросить тебя высказаться, в том числе по поводу слов президента. Ну, во-первых, государственные страхи уничтожить не удалось, как мы понимаем. Другое дело, какой ценой потом мы все это восстанавливали. А вообще, комментировать обращение президента сегодня к нации, дело неблагодарное, в том смысле, что там совершенно нечего добавить. Там каждое слово точно выверено и направлено на защиту российского государства и на защиту российских граждан, в первую очередь. Вот. И, безусловно, как ты справедливо заметил, вся страна в едином паре мне не нравятся такие клише избитые, но, тем не менее, еще поддерживают президента. И вот эта идея сплотиться вокруг президента, она совершенно точная, да, особенно в такие кризисные времена. И я хочу сказать, коль скоро у нас программа бывшая посвящена постсоветскому пространству, это ведь тоже про постсоветское пространство, да, это про ту заразу, про тот вирус Санта-Муэрта, да, который, так сказать, сегодня охватил соседнее украинское государство. Понятно, что не без помощи внешних добрых сил, да, о добрых в кавычках, вот, которые, так сказать, свели с ума соседнее, не чужое украинское государство, устроив там гражданскую войну. И, собственно, специальная военная операция России, это деятельная попытка прекратить эту гражданскую войну на территории соседнего украинского государства. И, судя по всему, по некоторым, так сказать, данным, в том числе и по открытым источникам, в том числе и по множественным публикациям в западных СМИ, они стали понимать, что дальше продлевать им все это дело тяжелее и тяжелее, и Россия добивается своих целей, то есть прекратить войну на территории соседнего украинского государства. И ровно, я думаю, из этой же серии, и опять же, если мы посмотрим в историческую ретроспективу, а мы с тобой действительно внимательно и подробнейшим образом и с документами изучали те события 17-18 годов прошлого века, так вот, мне кажется, что все это, так сказать, взаимосвязано, да, то есть, с одной стороны, Россия близка к достижению целей специальной военной операции, то есть к установлению прочного мира на территории соседнего украинского государства, а это, вот этот вооруженный мятеж, попытка вооруженного мятежа, это последняя такая, знаешь, попытка перенести эту смуту на нашу территорию, как это им удавалось сто, там, с небольшим лет назад. Ну, я надеюсь, что те уроки истории мы все выучили очень хорошо, и сегодня об этом президент тоже говорил, и я думаю, что мало найдется, кто из граждан России скажет или даже подумает о том, что он не согласен с президентом в этом аспекте. Вот, поэтому я думаю, что мятеж в ближайшие часы будет подавлен, все виновные понесут тяжелейшее наказание, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, независимо и не обращая внимания на те или иные условные былые заслуги или там регалии и так далее. Коллеги, сейчас приходит срочное сообщение. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о объявлении режима контртеррористической операции в Москве, отмечает, что ситуация сложная, и в целях минимизации рисков в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла оборонно-промышленного комплекса и городских служб. Мэр попросил максимально воздерживаться от поездок по городу, возможно, перекрытие движений в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Также городоначальник призывает жителей Москвы сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях на номер 112. Городские службы, сообщается, работают в режиме повышенной готовности. Да, и вот новости, которые идут по лентам, и которые мы сейчас слышали в том числе, говорят о гораздо более глубокой и системной проработке этого опасного деструктивного действия. И очевидно, очевидно, что после того, как ситуация разрешится, будет проведено внимательное расследование, и я не сильно удивлюсь, если мы там услышим не только, так сказать, историю про какие-то нездоровые запредельные амбиции одного или нескольких людей, но и про заграничный след в том числе. Ну уж больно все, так сказать, одно к одному. Да, тем более, что, так видишь, удачно получилось. Забуксовало это пресловутое украинское контрнаступление. Всю неделю западные СМИ писали о том, что или Зеленский получит какое-то преимущество серьезное в зоне Донбасса, Запорожья или Херсона, или его просто начнут снимать с довольствия в сентябре. И вот в этот момент последовала такая попытка. Но, тем не менее, это же ведь никак не облегчило положение Украины. Ведь очевидно, что никакого Майдана из того, что за Дихил Пригожин, не получится. А, соответственно, сентябрь все ближе. Это не Майдан, это по-другому называется, и вполне сегодня конкретно сформулировано президентом. Это попытка вооруженного мятежа с целью организации военного переворота силами незаконного частного военного объединения. Вот, наверное, как-то так. Ну, я уверен, что в ближайшие часы ситуация разрешится, и, так сказать, нам будет более... Подробно известно о том, что происходило вот в течение этих последних суток. А вообще, вот как-то справедливо заметил, вот буквально пару дней назад, 23 июня, да, Джон Кирби, небезызвестный, значит, чиновник Белого дома, говорящая голова Белого дома, дословно цитирую, Вашингтон обсуждает с союзниками принципы регулирования конфликта на Украине. Ну, например, там, соответственно, до него европейские чиновники все так или иначе высказались. Там пресловутая Урсула фон дер Лиаен, значит, выразила недоумение, почему же, значит, вот не очень получается с контрнаступом у этого Зеленского, да. Там, вооруженные силы Украины столкнулись с завышенными ожиданиями на фоне контрнаступления. Это уже Таймс, да. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, явно, еще раз, то, о чем мы сказали вначале, партия переходит в Беншпель, и Россия добивается своего, своих результатов. Они этого допустить не могут, и включили все возможные механизмы. Ну и вот, так сказать, к сожалению, вот эти незаконные вооруженные формирования, как мы теперь понимаем, да, выступили на стороне потенциального противника. Вот скажем так, аккуратно сегодня, пускай следователи разбираются, что там на самом деле происходило. Единственное, я вслед за нашим президентом, ну, понятно, что мы его все поддерживаем и подписываемся под каждым его словом, сказанным сегодня, но вслед за президентом хочу выразить уверенность, что в ближайшее время вся эта история будет разрешена. Анатолич, как тебе план Маршалла 2.0 на восстановление Украины? Нормально. Где почти полтора триллиона требуется? Правильно, нет, это полтора, это только для начала. В этом же как раз и смысл. Понимаете, они же это все затеяли не ради того, чтобы, значит, не, ну, понятно, чтобы русским насолить, но всегда, как бы, основе любого западного концепта лежат деньги, ну, или прибыли, понимаешь? То есть изначально, я предполагаю, что изначально весь этот план, он и формировался вокруг вот этих вот последующих триллиардов, которые будут активно осваивать, списывать и так далее. То есть без того, в общем-то, дышащее наладом украинское хозяйство, его сейчас, значит, окончательно подразрушат, а потом будут вот пилить эти бюджеты. Ну, так это звучит, причем с интересной формулировкой, и мы тогда покажем этому Путину. Что они там покажут, я не знаю. Вот пускай для начала приедут и посмотрят, как Россия за 10 лет восстановила Крым, и что, так сказать, было, и что стало, да? При том, что, обращу внимание, для этого России никаких войн и разрушений не потребовалось. Да, мы просто взяли и сделали. По-честному, может быть, так сказать, не все так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. А у них вот такая история. Я же тебе говорю, это Санта-Мэрта, это вот, это антология, это психология, разрушение, уничтожение, культ смерти, карго-культ, то есть культ разрушения и культ денег. Вот деньги плюс разрушение. Да, Анатолич, только с деньгами заковыка получилось. Требуется полтора триллиона, а в наличии есть 50 миллиардов. А это не важно. Еще раз, это же не важно, понимаешь? Это важно сейчас продекларировать, а дальше они начнут собирать по сусекам. Ну, окей, они предполагают, что они на это дело освоят замороженные российские активы, но их же тоже явно не столько. Ну, дальше начнут доить своих разных коммерсантов, бизнесменов под видом разнообразных инвестиционных проектов. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. А инвесторы, естественно, заходя, потребуют гарантии. А какие могут быть гарантии? Ну, гарантией, очевидно, будет украинская земля, сегодняшней Украины, или там украинские ресурсы какие-то. Рабы, кстати, тоже денег стоят, в общем-то. Поэтому, что? Анатолич, ну, это все, конечно, хорошо, и, наверное, даже правильно, но земля теперь экологически не совсем чистая. Грета Тунберг не одобрит такую сделку. Ну, это смотря для чего. Для выращивания еды, для белого золотого миллиарда, это, наверное, непригодно. А для того, чтобы корм для испанских свиней выращивать на полях, ну, имеется в виду пшеницу, которую вывозили по зерновой сделке, ты же знаешь, скрыл из подробностей, оказывается, там, 30... Больше 30, там, почти 40% ушло, так сказать, на короб свиньям, знаешь, европейским. Вот. Ну, то есть, скажем так, в их градации нужности и важности живых, значит, существ, вот европейская свинья, она стоит на более высокой ступени их представлений о важности и нужности, чем, скажем, голодающие люди Африки. Вот. Потому что сперва свиней накормили, а потом чуть-чуть отправили в Африку. Ну, вот для Африки, для европейских свиней вполне нормально. Вот. А потом же не обязательно там же еду выращивать. На земле же можно все, что угодно делать. Разные вредные производства, еще что-то. Ну, это же такое все. Ну, то, что они у себя делать не хотят по разным причинам. Анатолич, не могу тебя тогда не спросить. А скажи, а вот украинский обыватель, он так же морально настраивается, да, на это? Да нет обывателя никакого. Ты знаешь, я вот понял одну простую вещь, что вот мы еще помним этого украинского обывателя, да, ну, который там на Майданы ходил, да, там, так сказать, веселился в этой карнавальной демократии и так далее. А на самом деле уже нет никакого украинского обывателя. Понимаешь, их всех атомизировали, опять же, через вот ту же самую антологию Санта-Муэрта. Вот, кто пошустрее, по, так сказать, по пассионарней просто сбежал, кто сбежать не успел, тот вот тихо сидит в своем, так сказать, на своей норке. Вот и все. И никто их не спросит. Ты посмотри, там уже прям открытым текстом. Зеленский говорит, какие выборы, о чем вы говорите? Вообще забудьте про выборы. Пока у нас идет война, никаких выборов не будет. А война перманентно у них будет идти так или иначе. Понимаешь, вот, ну как, как им всем хочется. Вот, России не хочется. Россия желает прекратить эту войну. Желает прекратить. Ну, я все-таки надеюсь, что мы свой результат, значит, защитим и зафиксируем. А не так, как это случилось в 17-м году, то, о чем сегодня вспоминал президент в своем послании. Да, мне тут остается только сказать, что наша программа с самого начала говорила, что таких выборов не будет. И на них можно и не рассчитывать. Потому что было совершенно очевидно, вопреки прогнозам, как ты их называешь, да, эти престарелые политологи. Бывшие в эфире главного информационного радио страны Вести ФМ. Программа бывшая о жизни стран ближнего зарубежья. Армян Госпоряна Алексей Мартынов. Двигаемся дальше. И я все равно хочу еще раз проговорить слова президента. Интриги, склоки, политиканство обернулись величайшим потрясением. Разрушением армии, распадом государства, утратой громадных территорий. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Президент это говорил про 1917 год. Кому эта тема интересна, я еще раз хочу сказать, что Алексей Мартынов написал книгу «Идеальный шторм. Технологии разрушения государства» как раз про 1917 год. Я написал «Крафт Великой империи». Но вот эти слова абсолютно уместны к сегодняшней, в том числе, ситуации в Молдове. Где умудрились запретить партию ШОР, назвав ее антиконституционной, при том, что у них есть фракция в парламенте. Ну да, вообще это, конечно, прецедентная история. Когда парламентскую партию объявляют незаконно, отзывают регистрацию через генпрокуратуру, соответственно, конституционный суд, вообще совершенно непонятно, именно с точки зрения конституционных каких-то моментов, как это возможно. Ну, то есть депутаты достаются, по идее, сразу, если отменяется парламентская партия, ну, очевидно, что и парламент теряет легитимность, и должны быть назначены новые выборы, досрочные, очередные досрочные выборы, как это в Молдове любят делать. Но пока этого, об этом речи нет. Да, действительно, партию имени Илона Шора запретили, это тот самый Илон Шор, который осужден в Молдове сперва на 7 лет, а вот недавно, так сказать, пересмотрено дело и на 15 лет с конфискацией имущества за кражу бюджетного миллиарда, но имеется в виду вот эти финансовые махинации, где он выступал таким банкиром-номиналом, а главным бенефициаром был Влад Плохотнюк, как об этом тоже много писали и говорили. Соответственно, у него есть партия имени его любимого, у этой партии есть фракция парламент, то есть это парламентская партия, и вот ее, значит, отменяют, потому что не могут никак достать Илона Шора из Израиля, где он, собственно, прячется и живет, а так как он непосредственно Сабр, ну, то есть человек, рожденный в Израиле, то есть гражданин, который родился в Израиле, Сабр, то, соответственно, Израиль ни при каких обстоятельствах его не выдает на расправу Санду, а расправа Санду заключается в том, чтобы, так сказать, каким-то образом получить с него миллиард, потому что нищая страна, хотя я так предполагаю, что всего миллиарда у него и не было никогда, он его не видел, вот, а все, что можно было отжать, так сказать, из собственности Шора в Молдове было отжато, но все равно этого мало, в общем, Майя Санду по многим показателям уже перещеголяла олигарха Плохотнюка, с которым, так сказать, активно боролась и выступала вместе с остальными парламентскими партиями, значит, против и желая его изгнать. Вот они его изгнали, она так уверенно заняла его место, в том смысле, что все эти репрессионные, так сказать, механизмы, которые в свое время запустил Плохотнюк и которыми пользовался, но пользовался, как правило, в своих корыстных интересах, раз, и второе, никогда не доводил их до какого-то, значит, критического момента, то есть отжимал либо деньги, либо выжимал каких-то оппонентов из страны, ну, то есть он не кровожадный, в общем-то, был человек Плохотнюк, понимаешь? А Санду, она как раз такая не про деньги, она вот про методичное разрушение, то есть у нее там уже на количество людей по тюрьмам сидит, политических оппонентов, ну, и, соответственно, и партии запрещаются, кстати, в последний раз запрещали в Молдове коммунистическую партию Молдовы, Молдавской СССР в 91-м году, ну, где-то перед... Это Снегур еще был. Да, нет, Снегур. Снегур был первым секретарем этой партии, а потом быстренько перековался в ультранационалисты, стал президентом, и вместе с мирчедруком, вот они парламентом, значит, запретили эту коммунистическую партию Молдавской СССР в 91-м году, и с тех пор вот прецедентов не было, вот он появился, ну, что я могу сказать, верной дорогой идете, товарищи, говорил один деятель тех, так сказать, времен, я имею в виду большого советского эпоса, вот, ну, и, соответственно, там всякие события поменьше Молдавии, то есть, вот, они надеются, вернее, ставят целью выйти из состава Межпарламентской Ассамблеи СНГ уже к концу вот этой летней сессии, она вот заканчивается через... Анатолич, я тебя сейчас на несколько секунд прерву на джингл, и после этого сразу продолжим. Продолжаем программу бывшего, Анатолич, я тебя прервал и возвращаю. Ну вот, значит, параллельно Молдове идут акции протеста фермеров, которые, так сказать, просто обнищали на фоне всего происходящего, им некуда продавать свою там черешню и так далее, они привезли на тратарах ее прямо к правительству, слушай, а там анекдотичная история, значит, вышел к ним спикер парламент этот Гроссу, вот, а селяне, фермеры, ну, люди простые, крестьяне, и они, естественно, с ним начинают разговаривать на русском языке, и обращаются к нему, Игорь Иванович, вот, и он так резко, знаешь, поменялся в лице, и как начал орать на них, только не нужно, я сейчас цитирую, только не нужно обращаться ко мне так, говорите Игорь, просто Игорь, Иваныч и все в Сибири. Ну, представляешь, ну, то есть люди больные, реально больные люди, ну, так сказать, да, спасибо, это ваше отчество, спасибо, но я это решаю. Слушай, ну, наверное, на этой же неделе прозвучало свежее историческое открытие, мы, в общем, привыкли к тому, что феерит там Украина или Прибалтик, когда я прочитал, что глава парламента Гросс, вот упомянутый тобой, назвал историческую дружбу с Россией иллюзией, мне стало как-то странновато. Нет, конечно, иллюзия, а Иваныч и все в Сибири, то есть вот его как бы отец Иван, он вот где-то в Сибири должен быть или был, ну, не знаю, что он имел в виду. Хорошо, а дом, где государь-император принимал Бессарабию в состав империи, который до сих пор есть, это тоже иллюзия? Ну, конечно, конечно, и Пушкин с особой дипломатической миссией, который, так сказать, там бывал, да, и воспел эти молдавские земли, молдавских людей, как никто, наверное, из, так сказать, поэтов этого не сделал, тоже иллюзия, да все иллюзия, это понятно, все иллюзия. Ну, удивительные, конечно, совершенно люди. Давай дальше пойдем в Белоруссию. Здесь, видимо, состояние анафилактического шока у Запада от размещения на территории республики сдерживающего фактора в виде ядерного оружия начало проходить, и снова пошли разговоры о санкциях. Ну, да, вообще, я хочу сказать, что вот на фоне этого всего обострения украинского, да, и вот этих рефлексий у нас, как-то ушел на второй план вопрос с безопасностью Белоруссии, да, и ведь действительно, ну, как фактор, как фактор обеспечения безопасности размещения там российского ядерного оружия, ну, безусловно, но с другой стороны, и я предполагаю, что очередной, так сказать, такой вот какой-то асимметричный удар или асимметричное давление может в ту сторону пойти, об этом многие эксперты говорят, я имею в виду со стороны Украины, ну, накачанной западным оружием и так далее. И ровно поэтому, ровно поэтому там Россия разместила соответствующий арсенал, и, как, собственно, неоднократно сам Александр Григорьевич Лукашенко заявлял, и это подтверждала и российская сторона, на этих объектах боевое дежурство будут нести совместно и российские, и белорусские военные, да, то есть это не то, что там просто склад, ну, в том смысле, что военное, такое техническое и вообще военное сотрудничество переходит на другой уровень с Белоруссией, хотя он и так был на очень высоком, и, конечно, желание у них, наверное, есть, но возможности, скорее всего, у них не будет. Анатолич, дальше идем, Прибалтика, конкретно Латвия, которая, как ты помнишь, на протяжении 30 лет постоянно говорила о том, что вот Россия спит и видит, как бы напасть на маленькую гордую Ригу, а тут она сделала такой аттракцион неслыханной щедрости и передала Украине все три немцы у них в вертолётах. Да, не-не, там, знаешь, какая тема, там три, три-то у них были подарочные, это американские эти самые Black Hawk, ну, они такие, знаешь, как в фильме про, значит, апокалипсис сегодня, но только они не военные, они многоцелевые, ну, транспортные такие, без дверей, знаешь, такие, чтобы базить туда-сюда. Вот, у них целых три американца подарили старых списанных, а ещё у них с советских времён осталось два транспортных Ми-17, они ещё старше, там, начала 80-х годов, но они, как бы, тоже не вполне военные, и именно по линии двойного назначения там остались, понимаешь, то есть, вот, ну, как бы, вроде, можно и в военных целях использовать, так они транспортные, ну, как-то вот они там остались, вот, и они, значит, вот, мало того, что целых три, которых у них есть, американских, готовы от себя оторвать, но и два этих ненавистных советских, видимо, в порядке десоветизации, которая у них там активно, значит, продвигается, готовы тоже отдать, то есть, всего пять, понимаешь, и вот ни одного вертолёта в Латвии не будет после этого. А защищаться как? Не, зачем, слушай, их НАТО пускай защищает, это логика же простая, там же вот тоже на этой неделе этот эстонский спикер парламента же потребовал, потребовал, потребовал от НАТО, значит, немедленно увеличить бюджеты, которые страны НАТО выделяют в НАТО, там, с двух процентов до двух с половиной, вот, ну, чтобы хватило тетик защищать прибалтийские, значит, вот эти выбираты, при том, что, ну, понятно, что на них тоже распространяется, но ты представляешь, вот, бюджет Эстонии, там, и два с половиной процента, или два, ну, для них это, наверное, не сильно заметно, тем более они обычно и не платят, ну, то есть, остаются должны, вот. А какой-нибудь там бюджет Германии полпроцента, это, мягко говоря, много, значит, или там США, вот. И они вот так вот, типа, немедленно увеличить, значит, вот взносы, потому что вы должны нас, вы должны. Вот это тоже мне всегда очень нравится в риторике вот этих всех, значит, инвалидских, так сказать, территориальных образований, что, будь то Прибалтика, или какая-нибудь там Украина, или какая-нибудь Молдавия, и еще кое-кто на постсоветском пространстве, они начинают разговор таким образом, вы нам должны. Ну, то есть, либо мы им должны, либо Запад, там, Европа, Америка им должны. Ну, то есть, им все должны. Это удивительная вещь. Покажите долговые расписки, что вам кто должен, что вы придумываете. Да, но здесь проблема состоит в том, что можно, конечно, требовать, увеличение взносов НАТО, но все заберет Украина. Эстонии и Латвии с этой точки зрения ничего не светят, и яркий пример, подтверждающий это, это Литва, где столько времени анонсировали, что вот мы сейчас на этом фоне будем модернизировать армию, мы должны быть сильными. И в результате, значит, вот они три месяца пели, а после этого сказали, знаете что, а у нас нет денег на новую мотострелковую дивизию. Ну да, нет, нет, посмотри, логика простая. Вам надо, вы и платите, понимаешь? Ну, то есть, у нас денег нету, но вы должны, и вам, в принципе, надо, поэтому вы должны еще и заплатить, и желательно, чтобы таким образом, чтобы нам чего-нибудь по карманам бы осталось. Ну, соответственно, Литва и Польша планируют проведение совместных военных учений, занимаются разработкой плана проведения совместных учений. Президент не уседа. Вот это всякое тут заявляет. Учение, между прочим, будет проходить в Суварском коридоре, то есть это вот как раз участок границы, примыкающей к Ленинградской области, Гродницкой области Белоруссии. Так, к вопросу о том, кто кому Рубинович. Вот так вот. Ну, и в конце, не могу не затронуть эту тему, в Грузии заявили о невозможности возвращения Саакашвили в политику. Знаешь, мне кажется, что это какой-то уже библейский сюжет. Нет, погоди, он же уже умирать собирался на днях. Ну, вот видишь, может быть, он не собирался умирать, но перед этим собирался, видимо, вернуться в политику. Нет, я думаю так, что только возвращение в политику может его воскресить. И излечить от всех 582, значит, диагнозов, которые он сам себе поставил, обвинив в том, что его там кто-то травит неизвестно чем. Ну, возможно. Анастасий, ну тебе не кажется, что эта константа постсоветской политики, я имею в виду буйные приключения Саакашвили, уже как-то, ну, тема себя изжила? Ну, да. Параллельно в Грузии начали, так сказать, сильно сокрушаться по поводу того, что Грузия получит, скорее всего, отказ в статусе кандидатов члена Евросоюза. Ну, они же там, помнишь, их всех чохом так вот как-то собирали, и Молдавию, и Грузию, и Украину, вот, и вдруг у них такое, знаешь, прояснение сознания наступает, что ни Украина, ни Грузия, тем более, ни Молдавия никогда в жизни даже полноценными кандидатами не будут, просто потому что они там никому не нужны. Вот и все. Ну, я могу с этой точки зрения только в конце программы посоветовать, что каждую субботу с 18 до 19 пусть слушают программу бывшей в эфире «Весь ТФМ», потому что мы с тобой описывали весь этот процесс, даже с сугубо отрицательным результатом, заранее, весьма подробно, и даже не побоюсь этого слова многократно. А на этом сегодня поставим точку. Анатолий, спасибо огромное за этот разговор. Надеюсь, на следующей неделе продолжим. Друзья, вас ждет выпуск новостей в эфире главного информационного радио страны «ЕСТФМ», а я только напомню, что всю неделю у нас с Анатольевичем можно читать в Телеграме. Телеграм-канал Мартынов и Телеграм-канал Гаспарян. Через неделю услышимся, не переключайтесь. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?